привет мои ненаглядные ты тоже хочешь ну давай залазь залазь и ложись давай 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 дедуля мой и ты тоже но мы так не договаривались ну давай залазь и ложись на все присаживаемся облепили короче не планировала я это видео записывать друзья но вы сами попросили вы спрашивали мое мнение я его выскажу даже несмотря на то что из-за нашей прекрасной питерской погоды у меня безумно болит сегодня голова многие на канале под моими двумя видео о хавалом 6 это где был обзор в правом верхнем углу можете посмотреть где я рассказывала как повела себя машина при минут 27 30 минут 30 градусов мороза было много комментариев о том что клубный сервис выпустил видео с разбором хавалом 6 мы посмотрели это видео и все хавалом 6 упал в наших глазах я не буду его рассматривать покупки я разочаровался один человек спросил что я думаю по поводу этих обзоров по поводу машины а купила ли бы я его себе после этих обзоров и так далее и тому подобное поэтому мне пришлось их посмотри ну а что я думаю на этот счет вы узнаете дальше вы на канале подорожник live я катя погнали кстати один из комментариев был что вот именно после просмотра этого видео он сделал вывод что машина абсолютно нехорошая и брать ее точно не стоит я действительно посмотрела два видео клубного сервиса по поводу хавалом 6 там где обозревают его снаружи и там где его разобрали полностью и посмотрели скажем так внутрянку если честно после просмотра тех видео я не нашла так и не нашла до сих пор причины по которой я бы не купила эту машину но вот не придраться мне было к этому ну начнем с того что сама подача материала и сам ведущий если не ошибаюсь его зовут илья мне не нравятся и тут конечно все сугубо лично потому что я также могу не понравится илья я также не нравлюсь кому-то из вас и я не обязана вам нравится поэтому в данном случае тут ничего не сделаешь мы можем кому-то нравится кому-то нет и это нормально абсолютно кому-то вам не понравилось комментариях моя куртка и шапка ну ребят я вам сочувствую все можете забиться в угол и порыдать все что я могу вам сказать хорошо по поводу обзора хавалом 6 ну я так полагаю что илья давно работают в автомобильном бизнесе илья очень много знают об автомобилях илья владеет работает в сервисом автомобильным ну и конечно же мужчины много знают об авто куда нам девушкам нам только варить варить борщ мы в этом особо не разбираемся соответственно мужики знаю к тому же илья является я насколько помню придут на предыдущем видео владельцем toyota sequoia поправьте меня в комментариях если это не так и целом он достаточно предвзято как мне кажется относится к автомобилям потому что есть большие качественные японские огромные внедорожники и есть все остальное куда уж китаю до toyota sequoia правда правда ну конечно но тут кстати что могу сказать я тоже хвалю свое болото скажем так и я буду хвалить вещи которые мне понравились я действительно буду их рекомендовать и хвалить и настаивать да на том чтобы человек их попробовал посмотрел там или купил поэтому естественно у ведущего клубного сервиса очень предвзятое мнение я это замечаю потому что допустим японские машины разбираются и целом они говорят хорошо а других ну как-то не очень а уж тем более о китае который гниет и ломается когда когда уважаемый илья стал разбирать внутрянку м6 мне вспомнилась одна такая маленькая поговорка хотел кого-то обосрать а при этом забыл снять штаны но извините вот именно она почему-то мне пришла на ум несмотря на то что хвал м6 построен на хвал а6 который зарекомендовал себя очень неплохой стороны скажем так он нашел свою нишу покупатели он до сих пор ездит на дорогах до сих пор катает людей пройдя много тысяч километров я даже смотрела на форумах что у людей не особо много каких-то было проблем с машиной но это же все-таки китай это же фу поэтому ну чего уж рассматривать м6 как машину нет но он построен на базе китайской машины ну фу ребята но при этом видимо уважаемый илья немного забыл что за основу данной машины была взята барабанная дробь honda сервер если я не ошибаюсь третьего поколения поправьте меня в комментариях если это не так так вот и допустим задняя подвеска в нашей машине полностью взята honda сервер а мы помним что подвеска задняя в honda сервер была достаточно надежной и кто-то может сказать honda сервер уже старая машина зачем со старой машины брать подвеску ну так ребята зачем запретать велосипед если он уже изобретен если бы я что-то делала да там что-то изготавливала я бы взяла тоже что-то старое и надежное проверенное временем скажем так да и поставила бы в новое чтобы она также прекрасно ездила но конечно куда она до honda сервер это же японка а здесь какой-то сраненький китай поэтому в китае задняя подвеска хреновая а вот honda сервер она хорошая потом что-то там еще или ей не понравилось в разборе хавала m6 при этом эти же технические решения я нашла например volvo xc 90 я уже не помню о чем там речь но именно так же было сделано volvo xc 90 но это же volvo это же шведское качество а здесь какой-то сраненький китай ему не нравились замки багажника ремни безопасности мол некачественная и ненадежная машина конечно ребят все это так и все тесты безопасности были списаны у нормальных хороших автомобилях просто тупо списано никто эту машину не проверял никто не тестировал просто взяли и выпустили покупатели же схавают правда у меня очень поразило что или ей не понравилось ручка открывание замка капота что она смещена немного влево и она пластиковая ну простите ребят если уж и это дяденьки не понравилось но я не знаю что уже добавить конечно куда китаю до хороших качественных японских или европейских производителей где ручка открывания капота находится посередине и она железная действительно что касаемо шумки очень много внимания было уделено шумки и конечно же хавал м6 шумки не нашли ну да это же бюджетная китайская машина но кстати что я вам хочу сказать volkswagen пола который я владела до этого 10 лет был пола тринадцатого года потом восемнадцатого шумки не было тоже вы скажете дешевая машина тут и сравнила взяла там возьми например passat и пола пола конечно же самый дешевый авто но так ребята и хавал м6 самый дешевый на нашем рынке вот нынешнем ценовом сегменте сечете да что я вам хочу сказать конечно он не будет полностью зашумлен это один из самых дешевых автомобилей на данный момент то что может предложить нам российский авторынок и вообще что касаемо шумки в целом я бы не стала делать шумку целиком в машине вот так как они закатали полностью дно багажник и так далее во первых потому что мне в принципе это не нужно сравнивая пола с хавалом я могу сказать что хавал достаточно тихая машина меня все устраивает нигде ничего не гремит не скрипит я не перекрикиваю собеседника и меня устраивает уровень шума в моей машине абсолютно но опять-таки что касаемо шумки что хочется сказать да тут все зависит от мастера если мастер хоть где-то пропустит листочек и не прокатает его нормально валиком и там останется воздух к сожалению в этом случае может начаться коррозия и скопление жидкости и опять таки вы можете сказать женщина куда тебе до этого иди вари борщи ты в этом ничего не понимаешь действительно ребят я в этом ничего не понимаю а тем более до хавал зачем хавал клеить сумку а если там будет воздух а вдруг сгниет хавал и так сгниет а мы ей дадим еще и повод сгнить быстрее наклеив шумку ну правда правда короче сомнительно это удовольствие особенно за те деньги которые за это просят вот но в данном случае в целом обидно то что аудитория хавает как говорится и за счет того что на канале клубный сервис большое количество подписчиков правда люди на это все ведутся но человек же не будет говорить неправильные вещи с такой большой аудитория владея работая в сервисе ну правда правда конечно ну а куда нам простым смертным с маленьким количеством подписчиков и вообще куда нам девушкам до до автомобилей правда но да ладно подводя итоги что я хочу сказать даже после просмотра тех видео я не нашла ни единой причины сомневаться в надежности и качестве своего автомобиля мне до сих пор нравится мой хавал м6 я проехала уже чуть больше трех тысяч километров я ни разу не жалею что я поменяла пола на китайскую ржавую машину хавал мой только ездит и радует меня меня радует как я могу на этой высокой машине забраться на снег меня радует как эта машина позволяет мне преодолевать препятствия которые бы я вряд ли вы смогла преодолеть находясь за рулем volkswagen пола седан по причине потому что он низенький вот меня радует комфорт моей машине объем багажника и объем салона хейтеры сейчас будут радоваться и смеяться как гиены но я уже ездила на на ремонт на сервис со своей машиной несмотря на то что всего лишь 3000 километров пробег и я вам расскажу о гарантийном ремонте в следующем видео поэтому не пропустите подготовьте попкорн я думаю вы этого ждете я действительно честно рассказываю о своей машине что сломалась что не сломалась что делали я также честно буду рассказывать о своем китайце дальше я кому не нравится моя кофточка мой микрофон или что-то еще как я уже сказала видео раньше можете забиться в угол и порыдать хейтеры обнимаю вас пишите в комментариях что вы думаете по поводу этого ну а я пойду радоваться своим гнилым китайцам дальше вот те кто пишет что женщине пора варить ворщи я действительно сейчас пойду готовить ужин для своего любимого прекрасного мужчины а то он придет с работы голодный ему нечего будет кушать на этом все обнимаю вас ребят пишите не пропускайте видео до в следующем видео мы будем на сервисе с моим м6 пока 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 пока